Мадагаскар С разрешения правительства Завтра лечу на Мадагаскар Носи Би А сам Мадагаскар за моей спиной Должно быть сейчас видно Сейчас я камеру разверну Покажу вам Сегодня немножко поезжу по Носи Би И посмотрю, что тут вообще происходит Наверняка мало кто из вас был на Мадагаскаре И скорее всего предполагаю, что Никто из вас никогда не был на Носи Би Да, в острове И собственно я на Карче Когда такие маленькие островки вижу Я все думаю, что Ну тут, наверное, никто не живет Сто пудово Никто там не живет Но островок на Карче-то он вообще совсем малюсенький Кто и зачем там будет жить Ну а тут оказывается еще как живут И мы об этом ничего не знаем Поэтому я сегодня поснимаю Смонтирую ролик Значит предупреждаю сразу Про камни ничего не будет сегодня Вообще, поэтому если вы смотрите только про камни Можете сразу выключать Остальные не переключайтесь Вот посмотрите Вон там в дымке земля Это Мадагаскар Вот я завтра туда лечу На Мадагаскар В столицу Столица принимает сейчас только внутренние авиаперелеты Ну а сегодня про Носиби Во-первых, тут полно отелей Тут есть море Море так себе Ну по сравнению с Занзибаром даже Да, или Со Шри-Ланкой не очень Водичка чистая, но песочек бурый Много водорослей, видите, да Поэтому Вода очень тепая Ну поэтому, конечно, Занзибару проигрывает Но у Занзибару почти все проигрывает Полно отелей Отели очень уютные Это вот мой отельчик Это ресторан при отеле, да Там дальше вглубь какой-то отель Есть небольшой городок Очень много колониальной архитектуры Прикольный Вот дети в пинбол играют Вот более современный отельчик И вон там даже на горе я вижу дорогие виллы у нас На самом верху Здесь, оказывается, ребята, живет Очень много на ПМЖ Именно на ПМЖ живет очень много французов и итальянцев Прям с семьями Молодых, пожилых, пенсионеров, не пенсионеров И, оказывается, здесь французов и итальянцев Очень-очень много отдыхает Я столкнулся с проблемой, что по-английски почти никто не говорит Все свободно говорят на французском Ну, в общем, Адагаскар, бывшая французская колония, да Тут вот яхты Вон стоят И вон там дедушка плавает Французский, скорее всего Например, у меня в отеле нет меню на английском И по-английски даже не могут принять заказ То есть я пользуюсь Google-переводчиком Естественно, он переводит кривовато, но хоть как-то переводит Ладно Сегодня поедем посмотрим, что тут есть интересного Покажу вам Так, едем по городку Значит, несколько моментов расскажу вам Ну, посмотрите, как это выглядит, да В принципе, похоже на Кубу сильно Тоже много всего французского, европейского, колониального И всякого такого Очень простое отношение к жилищу Все строят как попало Ну, и, кстати, нормальных домов тоже полно И там видно, что внутри ходят местные То есть это не все построили французы Значит, здесь так же все медленно, как и во всей Африке Если в Танзании говорят Поле-поле, типа медленно-медленно Вот, то здесь говорят Мора-мора, смысл тот же самый Вот, типа медленно-медленно В Таиланде говорят Ча-ча Если ты начинаешь ругаться, что Ребята, я же жду уже час Они тебе говорят Поле-поле Или ча-ча Или мора-мора Все, смысл одинаковый совершенно Я ждал Обычно как в отеле Ты просыпаешься Завтрак тебя уже ждет практически Да, вот ты сел за стол Тебе бак уже На стол завтрак поставили Здесь я проснулся Пришел в этот ресторан при отеле Минут сорок я ждал завтрак Потом мне говорят Надо расписаться Я говорю, давайте На минут тридцать я ждал бумажку На которую надо расписаться Значит, про местных жителей Что могу сказать Все предельно дружелюбные Выглядят очень расслабленным Я вчера в темноте вечером Гулял один Что категорически не рекомендуется Да Никаких вообще не было попыток Что-то со мной сделать Все здороваются Спрашивают, как дела Откуда приехал Как сюда попал Потому что Страна сейчас закрыта Я получал разрешение Через министерство Об этом В другом видео расскажу И такой интересный момент Я много читаю по антропологии Да, ну, собственно, мое хобби И вычитал такую ситуацию Примерно три тысячи лет назад Три тысячи лет назад То есть в тысячном году до нашей эры Индонезийцы А в частности Иванцы Изобрели очень крутые океанические корабли Об этом у меня есть отдельное видео Надо будет, кстати, выложить это видео на канал И переплыли Индийский океан И колонизировали Мадагаскар То есть они его заселили повторно Здесь уже жили местные негроиды, да? Негры А индонезийцы вообще это монголоиды Прям совсем монголоиды И вот они его заселили И, собственно, анализ генома это подтвердил Это подтверждают лингвисты Потому что в местном малогосийском языке А точнее в местных языках малогосийских Присутствуют слова из индонезийского Из Бахасы И я вчера даже когда в самолет сел Я летел из Эфиопии, из Адис-Абебы сюда, да? Я уже даже тогда увидел, что, да, действительно Заселяли, колонизировали Потому что у очень многих местных жителей Есть признаки, присутствует эпикантус Это признаки монголоидных генов Эпикантус это то, что глаза делает узковатыми, да? Это припухлость внутренней части верхнего века Вот, собственно, эпикантус, это ген эпикантуса Он очень сильный, его невозможно побороть чем-либо вообще Поэтому он присутствует всегда и везде Вот у местных жителей эпикантус есть И они отличаются более мелким телосложением Нежели их коллеги с континента, да? Вот, то есть, действительно, здесь довольно интересная смесь Монголоидов и негроидов Вот, собственно, это немножко про местных жителей Сейчас мы уже выехали Ну, мы и были на окраине Сейчас мы уже выехали За поселочек или за городок И поедем смотреть всякое разное Буду вам показывать Местный полицейский участок Это как раз колониальная архитектура Он находится на берегу очень красивого залива Вот тут пушечки стоят Ну, французские, естественно Вот еще пушечка И здесь такая натурального происхождения гавань Вообще, я посмотрел карту И вам советую посмотреть На острове очень много гаваней Естественного происхождения Это, конечно, очень удобно Собственно, поэтому здесь французы так и тусили Массово И, кстати, я узнал, население всего 120 тысяч человек А вот вам хочу показать Смотрите, вот парень Потом вон люди сидят Видите? И сейчас я медленно разверну Развернусь, как вы просите Медленно разворачивайся Всегда Обязательно разворачивайся Медленно Вот сидят еще люди И вот сидят еще люди Что они делают? Это любимое занятие африканцев Ничего Ничего не делают Даже в телефонах не сидят А просто сидят, смотрят Вот тоже колониальные домики Очень много в городке Ну, по нашим меркам 120 тысяч Это вообще поселочек Да, здесь На всем острове 120 тысяч живет Ну и вот Этот домик подзаброшенный Эти видно, что там что-то есть А, это офис туризма Вот домик тоже прикольный очень Мне очень нравится Такое вот смешение европейской архитектуры Да И тропики Вокруг, когда все Заплетено лианами В цветочках В орхидеях Очень прикольно выглядит Мы приехали в деревню Я попросил водителя Отвезти в деревню меня Хочу посмотреть Как живут вообще местные жители Они очень маленького роста В отличие от Танзании Это очень классно Это скорее всего То, что они с монголоидами смешались Очень приятно Когда ты понимаешь Что ты один можешь Человек 5-6 избить Без проблем Если что А если они будут подходить по очереди То и человек 15-20 тоже можешь В Танзании, к сожалению Все совсем не так Вот Ну и Вот мы сейчас ехали Много народу встретили По дороге Ну так Я из машины смотрю Тут все В основном Преобладают Люди с худобой То есть стройные И девушки И юноши Толстых очень мало Опять же В отличие от Танзании Да и континента Скорее всего Опять же Монголоидные гены Дают о себе Знать А тут видите Все прям утопает В зелени Вот Все очень ярко И красочно Вот эти вот Низенькие деревья Это на самом деле Дерево Которое растет Высотой до 20 метров И на нем Такие цветочки Сейчас вам покажу Это часть Бюджета острова Вообще Называется Иланг Иланг Из него делают Много косметики Всякой Пахнет Просто потрясающе То есть Я вот сейчас Даже стою Не брал Еще их в руки Но Запах Просто бомбический Можете погугли Что из него делают Очень много Всякой Разной косметики И используют В кондитерских изделиях И где только Не используют Ну и собственно Много для нас Тоже знакомого есть Вот например Это вы знаете Точно Это папайя Она везде Всегда растет Удоносит Круглый год Вот так выглядит Дерево Иланг Иланг Если его не подрезать Вырастает До 20 Иногда 30 метров Вот те самые Цветочки Из которых Делают Присадку Для духов Да Ну собственно Которые Офигенно пахнут Пахнут Очень сильно Особенно ночью Запах Потрясающий И посмотрите Вот Я нашел Оказывается Есть целая Линейка Духов Которая так и называется Нози би Причем Интересно Что Сам этот Иланг Иланг Это не местный Эндемик То есть Он есть Не только здесь Но видимо Здесь он Самый пахучий Поэтому Оно стало Как брендом Таким Интересным Ну и стоит Довольно дорого Я как-нибудь Заеду на ферму Когда она будет Открыта Все-таки И нужно будет Немножко математики У них проспросить Вот поближе Эти цветочки Это еще зеленоватые Они вообще Желтого цвета Но даже сейчас Они уж пахнут Очень сильно Запах Я даже не знаю Как вам писать Не смогу Не берусь Описывать запахи Тут конечно Потрясающая Растительность Очень много Растений Эндемиков Которые я Никогда не видел В частности Есть вот такие Вот карликовые Баобабы Оказывается Существуют Я например Об этом не знал Ну и даже Я когда С самолета Вышел Я обратил внимание Что растительность Просто потрясающая То есть Все в 15 этажей Все в зелени Перезаплетено Здесь Очень много Дождливых дней Поэтому Много влаги Поэтому С растениями Все в порядке Тут у нас Геккон Который Мастер маскировки Видите У него даже Глаза Под цвет Бамбука Вот Он такой Весь в наростах И задний Лап Посмотрите У него Как сложены И хвост Плоский Видите Это специально Чтобы стать Максимально Незаметным Очень прикольно Я думаю Я думаю Что он хищный У него должны быть Зубы Вообще Гекконы Все хищные Поэтому Трогать его Не будем Но до последнего Видите Притворяется Что его нету То есть Неподвижность Это его Самый надежный Способ защиты Прикольно И он даже Вон В камуфляже Камуфляжные Полоски Многие гекконы Тоже меняют цвет Как хамелеон Но медленно Очень То есть Вот его посадить Сюда Он через месяц Становится Таким Как бамбук Если его Пересадить На черное Он станет Темно-темно-темно Бурый Но тоже Постепенно Потихонечку Не сразу Мне везет На людей Я уже говорил Вот я встретил Его зовут Амаду Деревенский мужичок Он как и я Фанатеет По всякой живности Мы сейчас Сходим Находим Всякое интересное Но он говорит Только на французском Вот И вокруг Безумно красиво Сейчас мы Всякого Еще чего-нибудь Интересного Посмотрим Я ему сказал Бонджур Жмапель Костя Это все Что я Практически Все что я знаю Еще я знаю Алягер Ком Алягер И комси комса Так идем дальше Смотрим Что найдем Интересного Тут у него Живет лемур Вообще Они ночные Но видите Ради Спевых бананов Этот вылез Днем На медвежонка Похож Какого-то Прикольно Он близко К себе Не пускает Поэтому Так Издали Смотрим На него Что-то Он не очень Голодный Мне кажется Да Не голодный Сначала Очищенный Седает Банан Лемуры Преимущественно Эндемики Мадагаскара Потому что Они проигрывают Всегда Гонку Вооружения Приматам Да То есть Они Более Ранняя форма Живности Если Появляются Вместе На одной территории И приматы Лемуры То Лемуров Очень быстро Вытесняет Но Вот здесь Так как Нет обезьян Приматов Нету Здесь Да Они себя Чувствуют Хорошо А тут Другие Лемуры Так Сейчас Увеличим А эти Более Голодные Ну и Более Пугливые Я не знаю Кто Кто делает Эти звуки Потому что Мы их не видим За моей спиной Сразу Джунгли Стеной Прям стоят В общем Они тут Прикармливают Много Всяких Животных И он знает Где Кого найти Во сколько Поэтому Мне повезло У них Получается На плантации Что-то вроде Небольшого Зоопарка Без заборов Эту травку Наверняка Большинство Из вас Знают Это родственник Мимозы Стыдливый Который Водится И у нас В Крыму Например Тоже Вот ее Трогаешь Она Закрывается Бывает Закрывается Прям быстренько И прижимается К земле Но это Помедленнее Но все равно Видите Закрывается Это защитный Рефлекс От коров Корова Пришла Провела Мордой По траве А травы Раз и как бы И нету Она смотрит А есть то И в принципе И нечего И уходит И уходит Тут у них живут Их домашние Крокодилы Ну а что Такого У вас Вот есть Например Дома Кошки Крокодилы Вот это Они тоже Мастера маскировки Это мелкие Крокодилы Они держатся Подальше От родителей Потому что У них присутствует Каннибализм То есть Родители Их могут Съесть Они совсем Маленькие Но у них Острые зубы При этом Поэтому Руками Их лучше Не трогать Сейчас я Палочкой Потыкаю Чтобы убедиться Что они Вообще живые А то Может я вам Чучело Показываю Да что-то О Ну вот Рот открыл Видите А кстати Вон зубы Показывает Вот Они совсем Маленькие Но сантиметров Десять Наверное Примерно Так Скажи привет Ну Несмотря на то Что жарко Выглядят Довольно Сонными Что-то Не особо Даже бояться Видимо Что-то Поели Сейчас Попробую Потрогать Его О Шипит Ну Видите Сразу Ожил То есть Он Отличает Палочку От пальцев Ну И зубы Такие У него Уже Смотрите Приличные А так В принципе Маскировка Конечно Очень Хорошая Я бы Мог И наступить Если бы Он мне Не показал Какие Сучки Валяются Тут Тут У нас Золотые Рыбки Обыкновенные А здесь У нас Наверное Самые Узнаваемые Лемуры Из всех Я спросил Почему так много Животных Вокруг Плантации Деревни Сказали Что Сюда Приезжают Когда Нету Ковида Два раза В неделю Прилетает Самолет С туристами Из Франции И Италии И Они Продают Им Это масло До которого Мы еще Не дошли До производства У них Здесь Производство Свое И Показывают Животных Заодно Ну Покажут Животных Бесплатно Собственно Поэтому Этот мужичок Здесь работает И живет Он знает Про животных Много Он этим Всем и Занимается Вернее Это все Здесь есть Потому что Этот мужичок Здесь живет Вот так Правильно Он любит Животных Знает Как за ними Ухаживать Следить Что им Нужно Поэтому Они Друг друга Нашли Животные Ну не прям Что бручные Но Людей Не особо Боятся Прямо Радует Меня Знакомство С людьми Вот мы Идем Идем По деревне То есть Мы сейчас Не в клетке Вот смотрите Это какие-то Дома у них Тут Я посмотрел Там всякая хрень Стоит для производства Этого масла То есть Заборов Никаких нету Вот мы Идем 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 И тут Хобана Такая черепашка Такая черепашка Но Но Что и нравится Даже что ли Привстала Прикольно Выходит Что так Даже черепаха Любит ласку Давай Просто на дороге Он просто Переходил Дорогу Вот смотрите Видео кусочек Сейчас Видим Других Он говорит Что он их Собирает Прям Ну то есть Коллекционирует Прямо на дороге Встретил Сразу По приезду Я ошибочно Сказал про клетку На самом деле Не совсем Они в клетке Окей Вообще Офигеть Если бы я в детстве Сюда попал Мне бы крышу Сорвало точно Вот сидит Хамелеон Он просто знает Где он сидит Сейчас Он нам его достанет Мы специалисты Всех подоставать И хамелеонов В том числе Блин Какой яркий Именно вот такого Я вчера видел Супер Вообще Офигеть И вот получается Что это хамелеон Он сюда На этом дереве Сидит И никуда Не сваливает Его время От времени Достают Всякие С палками Тут ходят Ну он Не переходит Жить на другое дерево Потому что Ему лень Вот так вот В Африке Всем все лень Попробую потрогать Он такой Угрожает Но на самом деле У них нет зубов Поэтому я знаю Что он не укусит Может только Прихватить И все Видите он Очень круто Очень Я прям в восторге Так Только что Они мне рассказали Очень странную вещь Вот он Специально Эту клетку Сделал Для чего Он хочет Их разводить И смотрите Вот тут сидит Зелененький Как мы Только что Смотрели Вот он Да Ну вот Видно его кусок Вот А вот сидит Другой Сейчас я вам покажу Такой милый Он так Лапки поджал Боится Это кажется Этот же вид Только это Она Вот тот Красивый Разноцветный Это он А вот это Вот Бурая Страшноватая Это она Ну все Как у людей В принципе Видите Мужчина с утра Проснулся Сразу красивый Можно даже Не умываться Как я например А женщине Надо краситься Делать ногти Волосы Вот ей тоже Придется делать Ногти Волосы Чтобы быть Такой же Красивый Как самец Ну вообще Конечно Мужичок Молодец Да Бывают В деревнях Люди Увлеченные Тоже Я спросил Он говорит Что ему за это Никто не платит Просто Он любит Природу Ему хочется Их размножить Посмотреть На детенышей Он их продавать Никуда не будет Уже Здесь Никто не покупает Они в кустах Сидят Он их каждый день Кормит Насекомыми Вот видите Как отличается Самка от самца Катастрофически Просто Да Так Все Пусть размножаются Закрываем Клетку Все Идем дальше Так Нас тут Мистер Амаду Продолжает Вести Тропами Неизвестными Очень тут Красиво Это вот Местное болото И в болоте Пальмы Растут Вообще Похоже на Банановые Но Наверное Это не бананы Я смотрю Ну да Это не бананы Цветок Тут совсем Не банановый Вообще Ни разу Вот он Поговорил С Амаду Спросил Зачем он Выращивает Хамелеонов Он сказал Что Он переживает Что природа Вымирает Ну как бы Леса вырубают Да И у них Все меньше Меньше Регионы Обитания Становятся Поэтому он Их Размножает Смотрите Как красиво Прям вообще Да Огонь Он их разводит И просто Выпускает Я спросил Может ты их продаешь Они посмеялись С водителем Говорят Что никто Хамелеонов Покупать не будет Вот Супер Молодец Вот он Наш герой Сегодняшний Тут какой-то Прямо Рассадник Хамелеонов Вот я увидел Еще один Но это Наверное Самый распространенный Вид Потому что Их реально Много Здесь Или это Этот наш товарищ Понаразводил Их тут Расплодил Молодец И вот Сейчас Подойду Вот он Сидит Прикольный Все Пошел выше Не хочет Чтобы его Трогали Очень красивый Конечно Пост Прикольно Сворачивает Трубочкой Так Он говорит Все что знал Показал Но на самом деле Я тут еще видел Манговые джунгли По дороге Так Сейчас я аккуратно Буду идти Сейчас мы Идем Смотреть Производство Вот этого Масла Аланг-Аланг Или как оно Называется Я уже забыл У меня очень плохая Память Я прошел По рельсе О Змея Они сказали Что Так Я не вижу Я снимаю ее Вот она Сказали Что здесь Ядовитых змей Нету На Мадагаскаре Вообще Все змеи Ядовитые Змейка Почему-то Не убегает От нас Вот Стоит водитель Вот змейка Нас тут Называют Ваза Танзании Мэмзунгу В этом Баранге В Камбодже В Таиланде Фаранге Здесь Ваза Змеи Тут все Не пугливые Вернее Вообще Звери Все не пугливые Скорее всего Потому что Здесь живет Наш товарищ А животные Чувствуют Когда их любят И Становятся Не пугливые Обычно Змеи Очень быстро Убегают Да Это какая-то Атипичная Змея Ползает Вокруг Очень странно Опять Подползала Совсем Ко мне Близко Вот моя Нога Подползает Мимо Ничего Норм Ну давай Змея Всего хорошего Тут мы увидели Змею побольше Also not poison It's kind of python Or not Another kind Ну это такая Прям Большая Тоже почему-то Не убегает Why all animals here They Not care I don't know Никто не знает Почему тут животные Не боятся Это очень странно Мне кажется Я такого не видел Раньше Нигде Вот она сидит Смотрит на нас Мы смотрим на нее Как-то странноватенько Ладно Идем дальше А вот тоже Мимо стыдливая Только другой вид Она есть И в Таиланде Тоже Она закрывается Немного быстрее Он сразу Прям раз У нее реакция Получше Так сейчас О Молодая Вообще Быстрая Видите Молодые Всегда быстрее О Норм Так Идем дальше Мы вроде Давно уже Закончили Про животных Идем смотреть Производство Масла Но нам попадается Все равно По дороге Много интересного Всякого Ну Бамбук Я думаю Вы знаете Вам не надо Показывать Бамбук Как говорится Он и в Африке Бамбук Но все равно Очень красиво Мы увидели Лемуров Сифака Вон они сидят Там целая семья Вон один Вон еще один И вон Ну кстати Лемуры По сравнению С обезьянами Выглядят Прям такими Интеллигентными Он их пытается Подманить Но что-то Они не алло Или меня боятся Или сытые Вообще Лемуры Ночные животные Поэтому они Днем Не очень Подвижные Видите Они вечером Часа Четыре вечера Они бодрятся И начинают Скакать Бегать И орать А сейчас они Относятся к нам С полным Безразличием А над нами Еще один А Тут вот Все понятно Смотрите Надо начинать Снизу Видите Это Чумпу Или розовое яблоко Вот оно Вот они созрели На дереве Вон висят Видите И они сюда Пришли И есть Эти яблоки Ну естественно Им Если полное дерево Яблок Им наш банан Нахрен Вообще А Вон я вижу Сейчас покажу Вам Жопу Лемура Так Сейчас Блин Глазами А Вон он Вон Видите Шорстки Чуть Чуть Видна Это Он Я думаю Что мы Не сможем Приманить Бананами Нафиг Им рисковать И у них Целое дерево Розовых Яблок Так Ладно У нас Опять Нечего Смотреть Больше В кавычках И мы Опять Идем Смотреть На производство Масла Я забыл Что сегодня Воскресенье И фабрика По производству Масла Оказалась Закрыта Но зато Видите Мы там Кучу животных Посмотрели А это Я вам хочу Показать Дома То есть Многие Думают Что в Африке В деревнях Особенно Люди Или вообще Везде Или в деревнях Люди Живут В шалашах Ну вот У них Такие дома Которые В нашем понимании Похожи на дома Действительно В основном Вот так живут То есть Скромный дом Небольшой Он не знаю Метров Наверное Ну сто Наверное С балконами Вместе Дома небольшие Почему? Не потому что Люди бедные А потому что Здесь Ну на улице Всегда тепло То есть Дома ты проводишь Минимум времени Вон попроще Домики Но они тоже Домики Именно домики Прям да Вот То есть В понимании Многих Вся Африка Это сплошные Шаваши И трущобы Нет Процентов 70 живут Вот так В домиках Все таки Для меня Загадка Почему Хамелеоны Вот насколько Они быстрые В кавычках Постоянно Пытаются Переходить Дорогу Там где Ездят Машины Их все время Давят Смотрите Какой Это Скоростной Вон Машина Едет О Вроде Ускорился Сейчас Снимем Поближе Давай 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 Скорее Скорее Давай 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 Вперед Ну Че Встал А Это Кстати Худой Какой Ну Ты Пойдешь Или Нет Все Перешел Дорогу Интересно Что у них За дела Что они По нескольку Раз В день Переходят Дорогу Кстати Там Оказалась Фабрика Закрыта Я уже Говорил Да Ну Собственно Производство Масла Если честно Мне не очень Интересно Мы сейчас Едем Тут есть Какое-то Сейчас Время Обеда Есть Какой-то Видовой Ресторан У нас Там Океан Индийский Я там Сейчас Пообедаю Немного Поработаю И мы Поедем Водитель Говорит Что здесь Какие-то Красивые Горные Озера Где Много Крокодилов И Какие-то Горы Откуда Прекрасный Вид Ну И Что-нибудь По дороге Еще Посмотрим Я думаю Что хочу Сказать Вот я Еду Сейчас Смотрю В окно И С ним Беседую Ну Здесь Люди Неплохо Живут Я Вот Всегда На карте Рассматриваю Эти Маленькие Островочки Мне Казалось Что Ну Здесь Наверное Или Вообще Никто Не Живет Или Живут Как-то Ужасно Значит Население Острова Существует За счет Сельского Хозяйства Это В основном Специи Кстати Очень Большие Деньги Зарабатывают На Вот Этих Цветочках Которые Я вам Показывал Раньше Забыл Как Они Называются Которые Косметику Делают Плюс Рыбалка Да Плюс Туризм Значит В Обычные Нековидные Времена Сюда Летают Два Три Раза В Неделю В Неделю Чартеры Из Польши Один Раз В Неделю Из Литвонии Это Что У Нас Это Латвия Литва Все Ребят Путают Вот Каждый День Есть Рейс Из Парижу Да Вот И Три Раз В Неделю Из Италии И Здесь Ну В основном Люди Живут Небедно Небогато Нормально Да Очень много Видел Людей Мы сейчас Проехали Пучу Деревень И Вот С водителем Общаюсь Мое мнение Оценочное Я не специалист Но мое мнение Что Голодных Людей Здесь Нету В основном Люди Выглядят Довольно Сытыми Упитанными Спокойными Ленивыми Милостыню Пока Не видел Что Кто-то Просил Или Кто-то Говорил Дяденька Дай покушать Животик Болит Не ел Уже Неделю Да Тоже Такого Не видел Опять же Повторюсь Я не говорю Что они Прям Богато Все живут Да Но Не голодают Это точно 100% Но собственно В этом климате Голодать И невозможно Вот Кстати Вон Мы едем Сейчас Там домики Ну Они похожи На домики Вполне У всех Какие-то Городики Сельское Хозяйство Сейчас Вот Вот домики Тоже Да Тоже Как домики Выглядят Вполне Норм То есть Не так Все плохо Как нам Рисуют СМИ А СМИ Зачем Рисуют Ну во первых Им нужно Нужно показать Что-то такое Прям Вау Какой ужас Какой кошмар Да Это первая Цель Вот кстати Тоже Дома Ну смотрите Дома Как дома Обычные Дома Для русской Деревни Вполне Годится Вот А вторая Цель Именно русские СМИ Которые Ну это Мое мнение Опять же Да Преследуют Это показать Как везде Все плохо Но в России Поднялись Доехали Доехали До какой-то Горы Поднялись В гору О Смотрите Там Какая красота Вообще Огонь И идем По заповеднику Тут платный Вход Стоит Три копейки Идем По заповеднику Обещают Нам Красивый Вид И Озера С крокодилами Ну это Дикие крокодилы И как бы Не факт Что мы их увидим Прям гарантии нет Но Посмотрим Может увидим Кого-то Вот Кстати Не все Наверное знают Это Вот Вот это Это Росток Тикового Дерева Есть Один фокус Сейчас вам Покажу С этим Деревом Вот Смотрите Видите Листики Отрываю Ну ничего страшного Здесь Круглый год Все растет И Растираем В пальцах И Получаем Мы Красную Краску Вот Таким образом Делают Лак Из листьев Тикового Дерева Кстати Очень сильный Краситель Потом Сложно Его отстирать Но от одежды Практически Невозможно Практически Не отстирывается Вообще Кстати Надо почитать Откуда Тик Потому что Он у нас В Таиланде Растет Везде И вообще По всей Азии Здесь Тоже есть И в Танзании Это кто-то Что его Привез Вряд ли Он уже С самого начала Был везде Надо проверить Надо проверить Ну а Это вот Манга Манга Я думаю Знают все Так Идем дальше Сейчас Там что-то Если будет интересно Я сниму Зашли мы Далеко В гору Пришли на обзорную площадку Это вот Собственно Половина Где-то Острова Нозиби А мы были Когда мы Смотрели Лемуров Мы были Вон Видите Что-то беленькое Там Да А У меня палец Фокус Забирает Вот мы В том районе Были Сейчас мы Приехали На обзорную Конечно Очень красиво Тут озера Вода В озерах Чистая Он говорит Что ее Для водопровода И как питьевую Используют Ну и фильтруют Конечно же Вот у нас Скоро Вечер Темнеет На экваторе Всегда рано Местность Потрясающая Просто Красоты Горы Джунгли И озера Я очень доволен Их отношением К природе Реально Под сельское хозяйство Очень маленькие Районы затронуты Но смотрите Получается Тут вот все Вообще лес Не тронутый Да джунгли Вот тут вот Распахано Почему так Потому что Во-первых Население 120 тысяч всего На острове Да Во-вторых Здесь один Нагород Подоносит С одного Огорода Можно собирать Несколько урожаев В год И собственно Поэтому не нужно Вырубать Весь лес И гробить Всю природу Полностью На острове То есть Остров более-менее В сохранности Повезло Повезло Вот Значит Немножко про название Нозиби Нозиби Это Переводится как Большой остров Большой остров Столица острова Городок Где остановился Ну Мы ехали по нему Да Там поселок На самом деле Конечно Называется Хел Вилл Очень прикольно Потому что Хел это ад По-английски Да Вот Но Это французское название Сейчас расскажу вам историю Так Смотрите Тут нет на английском Мне водитель переводил Читал Значит Вот это вот Рейне Мпанджакававу Сиомеко Это королева острова Была Нозиби Вот В каких годах Она королевела Да Это годы ее правления Не жизни Правления именно И Нозиби Был независимый остров То есть Независимое государство Вот Но однажды Его захотел захватить Король Самого Мадагаскара Мейнленд Ну вот Того большого острова Который на горизонте Видно И она обратилась За помощью К французам И Французы Отправили сюда Ей на помощь Капитана Пашот Вот Значит Видимо Здесь Почему-то Годы его жизни Именно написаны Там годы правления А тут Годы жизни Вот Капитан Пашот Оказался крутым И значит Он на корабле Ле Калибри Ле Калибри Приплыл И защитил Ну заодно И немножко Колонизировали Весь остров И его забрали себе Собственно Как Как это Капиталисты Любят делать Так вот С тех пор Ну это я только что Придумал Что значит Вошла у нас В бехот Поговорка Крутой Как яйцо Пашот Вот А направила Сюда генерал Которого звали Хел Вилл Это французский Какой-то генерал Хрен знает Что за генерал Не знаю его Его лагерь Командный С которым он командовал Значит Находился Как раз В том месте Где сейчас Этот поселок Который является Столичным городом Его так и назвали В честь генерала А вот я вижу Это кратер вулкана Стопудово Отвечаю вам Вот То есть Здесь Вулканическая деятельность Тоже была И Сейчас тут дети орут Немножко про более Раннюю историю Первые Письменные Упоминания Острова Датируются У нас Девятым веком Девятым веком Естественно Здесь все Колонизировали Как и оказывается Большую часть Африки Вообще Для меня это Я Ну я был удивлен Для меня это была Новость Да Что Африка Это по сути Была сначала Арабская колония Потом индийская Да Вот Значит Колонизировали Арабы Ну Создали здесь Торговые фактории Порты И собственно 40% Населения здесь Мусульмане Изначально Остров назывался Асада Асада Да Это арабское Название было А потом Он сменил Много названий Потому что Письменности Своей не было У малогосийцев Они не знали Как записывать Назывался Варио би Это типа Как переводится Насколько понимаю Просто как Остров место Или место остров Или остров земля Ну И потом Уже Нозе би Только в разных Вариантах Написания Да Вот И вот Собственно Последний вариант Как сейчас Пишется Вот так Вот Очень красивые Дети Кстати У них Так как У них Тут намешано Куча всего Тут И индусы И арабы И англичане И я говорил Иванцы Монголоиды Да И негроиды И французы И дети И вообще Девушки Кстати Здесь Красивые И стройные В отличие от Танзании Там большинство Очень смуглые И Вот как вот эта девочка Да Смуглая И Пухлые Толстые Полные Да Здесь В основном Все стройные И Посветлее Вообще внешность Довольно интересная У них Именно у девчонок На мужчин я не особо Засматриваюсь Простите уж меня Так Едем дальше Посмотрим Что у нас будет еще Привет еще раз Итак Я тут еще Денька три Посмыслил Посравнивал Со столицей Мадагаскара Хочу сказать Свой вывод Про Нози би Да Поговорил там Со многими людьми С учителями Школьными С полицейскими Как бы Островок-то маленький Все друг друга знают Люди живут На 100 евро В месяц И Бывает Что не все Члены семьи Работают То есть Например Папа Мама Ребенок Работает Только Папа Получает 100 евро В месяц Там Хорошая Считается Зарплата Это 150 евро Но это Получают Сказали мне Только Всякие Начальники Манагеры Управляющие И Естественно Правительство Ну администрация Острова Ясное дело Да Например Полиция Получает Обычные Не верхушка Да 70 евро В месяц Ну вот Посчитайте Насколько Семья Живет В день Это Пожалуй Самая Бедная Страна Из тех Которых Я был За последние 10 лет Беднее Только Я был В стране Которая Называется Гаити Вот Там Люди Живут Еще Бедней Все Что Часто Приписывают Что Вот Таиланд Это Нищета Или Вьетнам Это Нищета Ребята Они Очень Хорошо Живут По сравнению С Но Зи Би Но Я Что Хочу Сказать Что Но Зи Би Это Яркий Пример Как В нищете Да В бедности Но По нашему Это Даже Не Бедность По Нашим Меркам Это Прям Нищета То Мы На Кофе Тратим В день Больше Чем У них Вся Семья Живет Очень Яркий Пример Как Живя В нищете Можно Сохранять Достоинство То Они Все Выглядят Счастливыми Довольными Здоровыми Упитанными Они Никуда Не Спешат И Они Не Упали В Они Не Стали Поголовно Все Наркоманами Проститутками Бомжами Алкашами Ничего Этого Не Произошло У нас Часто Что Если Нищие Значит Алкаши Бомжи Наркоманы Проститутки Все Поголовно Воры Негодяи Какие то И Например Я Сейчас В Антонариву Это все Наблюдаю Тут Много Таких А Там Нет И Вот Это Удивительно Для меня Личное Мне Интересно По каким причинам Так происходит И Ну Это достойно Уважения Я считаю И Мой Вывод Если Вы будете Когда-нибудь Проплывать Пролетать Или Проезжать Мимо Нозиби На Несли Гляденьков Можно Становиться Очень Красивое Приятное Место Смотреть Если Вы не Фанат Животных Особо Нечего Но Море В принципе Неплохое И Водичка Тепленькая Есть Кораллы Есть Маленький Островок Там С Куда Привозят На лодочке Там Вокруг Прям На вас Накидываются Лемуры И просят У вас Еду Ну То есть Экзотика Там Есть Посмотреть Есть Что И Очень Приятные Местные Жители Общительные Все Довольные Веселые Преступности Практически Нет Но По крайней Мере Я Не Заметил И Местные Жители Говорят Что Все Безопасно Вот Вот Такая Ситуация У нас С Сейчас Снимаю Обзор Про Антона Риву Тут Категорически Противоположная Ситуация Все Очень Плохо Живут Кстати Они Побогаче Раза в Три Наверное Но Раз в Сто Хуже При этом Подробно Об этом Буду Тоже Показывать И Рассказывать Смотрите Всем